Досрочные каникулы, заочный учебный процесс, масочный режим. Все эти меры привели к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике. Между тем, врачи держат руку на пульсе и призывают родителей привить свое чадо от сезонных заболеваний. Ведь впереди еще два зимних месяца. Вакцина поможет выработать иммунитет и не заболеть, либо избежать осложнений. О том, какая ситуация по детской заболеваемости в республике, расскажем в нашем следующем видеоматериале. Введенный в регионе ряд ограничений позволил в разы снизить количество заболевших ОРВИ и гриппом. Если раньше в поликлинике было не протолкнуться и телефон колл-центра не умолкал, то сейчас ситуация спокойнее. На участках в плановом режиме проводят осмотры, а также дают рекомендации, как обезопасить себя и детей от заболеваний. Становка по гриппу у нас на данный момент спокойная. Сегодня у нас было на приеме 11 человек, 5 грудничков и профилактических, основные были профилактические. Сегодня приходила у нас пациентка Ченкураева на профосмотр. Мы порекомендовали чаще приветривать помещение, гулять на воздухе, витамины, грудное скармливание. Дети с заболеваниями и острыми катаральными явлениями обращаются у нас все через фильтр-бокс. Медики объясняют, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещении, в тесном контакте друг с другом. Это идеальные условия для быстрого распространения вируса в группе риска грудные дети. Меньше контактируем, маски носим, обрабатываем руки всегда антисептиком, чаще гуляем, витамины пропьем. Своевременная вакцинация – лучшая профилактика гриппа и ОРВИ. Оптимальное для нее время – октябрь-ноябрь. Но это не значит, что, например, в декабре смысла делать прививку уже нет. Это необходимо, но с соблюдением обязательных условий говорят специалисты. Дети до трех лет получают по две прививки. Старше трех лет по одной прививке идут в массово детского садика, школы, которые они получили в детских учреждениях. И дети идут до шестимесячного возраста. Многие родители понимают, что впереди у нас зима, сезонные заболевания, чтобы дети меньше проставали, переносили острые вирусные инфекции легче, прививаются к приводе детей. Как бы сказать, у них такое отношение, что именно нужно поднять иммунитет Рубенко, чтобы ребенок был здоровый и приходят получать по две прививки. Переносимость прививок вакцинации очень хорошая, детей легко ее переносят. Вакцины имеются в достаточном количестве. Грипп со штаммом H1N1, который еще в 2009 году стал известен как свиной, весьма заразный. Но еще опаснее осложнение, которое он вызывает. Чаще всего это пневмония. Несмотря на то, что темпы по заболеваемости снижаются, грипп наверстывает свое за два года, когда его практически вытеснила пандемия коронавируса. И если ковид был опаснее для взрослых, с гриппом все равно наоборот. Больше половины заболевших – дети. В сезон вирусов, особенно таких опасных, как нынешний грипп, медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. При первых признаках болезни стоит сразу вызвать врача. Работаю в фильтрбоксе, принимаю болеющих температурующих детей. Рекомендую всем детям маленьким до года находиться дома и вызывать врача на дом. Смена врачей. Работаем в фильтрбоксе с утра с восьми до часа у нас врач. А потом у нас с часу тридцати до четырех уже дежурный доктор сидит в фильтрбоксе. Кроме этого у нас еще свои вызыва на дому. С нашего, каждое отделение свое служивает. В случае повышения уровня заболеваемости в регионе вновь будет введен ряд ограничений. В основном они касаются школ и детских садов. Как отмечают специалисты, время от вакцинации до формирования защиты занимает порядка двух недель. В этом промежутке необходимо использовать маски в общественных местах, избегать контактов с людьми с проявлениями респираторной инфекции, а также обычные санитарно-гигиенические мероприятия, которые позволят предупредить заражение. Светлана Джива, Борис Инжураев, информационная программа «День республики».